Прекрасная Италия Сардиния Мы увидим удивительное море и узнаем о его древней истории, побываем в деревнях и на побережье. Здесь время как будто стоит на месте, а жизнь тиха и размеренна. Мы постараемся поближе познакомиться с жителями этого особенного острова. Из Тавалары в Капу-Катча Согласно легенде, царь Тавалары правил самой маленькой в мире страной, практически безлюдным островом у северо-восточного побережья Сардинии. Этот длинный, узкий, известковый массив, достигающий 500 метров в высоту – истинное королевство. Королевство, которым правит природа. Заповедная территория, где обитают удивительно разнообразные виды животных, живущих на суше и в воде. Сардиния 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 Зеленые просторы острова таят еще больше секретов. Разрушенный ныне замок Педрес был свидетелем того, как развивался регион Галлура. К северу Атолби находится залив Оранчи, представляющий собой бесконечную череду песчаных пляжей и высоких утесов. В бухте Фигарола в древности находился Финикийский порт. Сардиния – второй по величине остров Средиземноморья после Сицилии. Он славится удивительными по красоте пляжами, растянувшимися почти на две тысячи километров. Бухты острова служат естественным причалом для множества кораблей. Порт-Аротондо назван так благодаря форме залива, хорошо защищенного от ветров. Это один из самых известных курортных городов Сардинии с прекрасно развитой инфраструктурой. Ежегодно тысячи туристов приезжают на отдых в Коста-Смиральдо. Смиральдо означает «изумруд». Так местные жители называют прозрачную морскую воду. За последние 50 лет эти места стали популярны далеко за пределами Средиземноморья, поэтому здесь начали строить роскошные отели. В поисках утраченного рая люди устремляются на архипелаге, расположенные вдоль всего побережья острова. Самый известный пляж Сардинии занимает несколько километров рядом с мысом Капо-Ферро. Здесь, как и в любом другом стратегически важном месте острова, в середине 19 века для моряков был построен маяк. Берега Коста-Смиральдо издревле славятся живописными пейзажами. Порто-Черво является частью масштабного проекта. Сравнительно недавно это курортное место стало главным спортивно-туристическим центром острова. В этом районе проходит соревнование международного уровня по парусному спорту. Здесь дует постоянный и самый сильный на всем Средиземном море ветер. Поэтому с начала 70-х годов многие яхтсмены из разных стран мира облюбовали Порто-Черво, положив начало развитию нашего города. Им понравился не только сам город, но и море. Его высочество Ага-Хан является основателем и бессменным президентом яхт-клуба Коста-Смиральдо. Он инвестировал средства в развитие курортной зоны, а также в строительство международного аэропорта. И Сардиния стала популярна во всем мире. Иностранная речь постоянно звучит на улицах Порто-Черво. Город славится роскошными отелями и первоклассными регатами. Элегантные городские виллы и особняки создают тот непередаваемый стиль Коста-Смиральдо, который заметен и в архитектуре небольшой церкви Стелла Марис. Немного к северу, у берегов Корсики, находится архипелаг Маддалена, где можно увидеть природу Сардинии в ее первозданной красоте. Недавно основанный национальный парк способствует развитию туризма и охране экосистемы самого моря и более 60 островов, находящихся здесь. Парк занимает территорию площадью почти 12 тысяч гектаров. В парке можно полюбоваться на розовые гранитные скалы и голубое море, в котором отражаются все оттенки неба. По красоте берега Сардинии не уступают подводным пейзажам. Прибрежные деревушки мирно соседствуют с городами, расположенными в глубине острова. Иногда кажется, что в Ардзакене овец больше, чем самих жителей. Это бесконечные просторы Галурры, исторического и географического района, охватившего как сушу, так и море. Эти скалы податливые, как глина в руках скульптора, они появились под воздействием ветра. Именно так выглядели берега Сардинии в течение сотен лет. Необитаемые просторы слишком уязвимы для завоевателей, приходящих со стороны моря. За долгую историю Сардиния повидало множество народов. В начале XIX века здесь обосновались пьемонцы. Город Санта-Тереза был назван в честь супруги короля Виктора Эммануэля I, который основал этот военный форпост. Еще раньше здесь побывали древние римляне. В средние века гранит, добываемый в Капу-Теста, перевозили в Тоскану, где из него был построен Пизанский собор, а в XVI веке испанцы возвели здесь сторожевую башню. Смена власти. Как будто острову суждено было стать постоянным предметом споров, где каждый правитель стремился оставить свой след. Но все же душа острова осталась такой же сильной и самобытной, как эти скалы. Считается, что город Луо-Гасанта основали монахи-францисканцы в средние века. Мы попытаемся больше узнать о прошлом района Галлура, поднявшись высоко в горы. Далее мы пройдем 100 километров вдоль течения реки Кагинос, это самая большая река на севере Сардинии. В 1927 году было создано искусственное озеро Кагинос, вокруг которого образовалась новая природная экосистема. Среди зеленых пастбищ и дубрав, как воспоминания о прошлом, мы видим руины старинного замка. Позднее он был перестроен в церковь, возвысившуюся над городом Кьерамонти. О прошлом напоминает и средневековая церковь Сан-Панталео в городе Мартис. Или крепость Уозила, построенная кланом Маласпина 800 лет назад. Еще более древняя постройка – базилика Сантиссима Тринита Дисакарджа. Она находится в прекрасном состоянии и является представителем романской церкви в Сардинии. На острове есть несколько десятков средневековых церквей. Они постоянно встречаются на нашем пути. Но иногда они построены в труднодоступных местах, как, например, церковь Сент-Илия на вершине горы Монте-Санто, будто между небом и землей. Сардиния Тут Сардиния открывается нам с совершенно другой стороны. Пробка – это часть культуры Сардинии. Пробковые дубы занимают более 200 тысяч гектаров острова, и почти 80% итальянских предприятий по изготовлению пробок расположены здесь. Предметы из пробки находят в доисторических сооружениях, а крестьяне Сардинии создают из нее предметы домашнего обихода. Пробка добывается из дубов. Каждые 8 лет лесозаготовщики возвращаются в ту же рощу и собирают новый урожай с тех же деревьев. Цивилизация Сардинии уходит корнями глубоко в прошлое. Здесь можно увидеть поразительные руины мегалитического алтаря Монте-да-Кодди. Монумент уникальный для западного Средиземноморья. Он похож на памятники, найденные в Месопотамии. Цивилизация Нураги появилась 4000 лет назад и оставила после себя ценные артефакты. В Сардинии было обнаружено 7000 нураги, каменных строений, вокруг которых строились деревни. Нураги Санту Антийне в Торальбе сохранились лучше всего. Эти камни простояли здесь тысячи лет. Они говорят о высоком техническом развитии загадочного народа, о котором нам мало что известно. Есть только немногочисленные письменные источники. Именно поэтому они привлекают к себе наибольший интерес. Сасари – исторический и административный центр Северной Сардинии. Второй по количеству населения город после Кальери. Он славится богатейшим художественным наследием, частью которого является собор Сан-Никола. Церковь была основана в 13 веке. Позднее к ней достроили высокую колокольню. В этом динамично развивающемся городе можно увидеть архитектурные памятники многих эпох. Например, фонтан Розелло. Он был создан в 17 веке. Сасари пережил бум строительства во время правления династии Савоев в 19 веке. Знатные буржуа устраивали здесь балы в неоготических палаццо. У южных ворот города сохранился уголок природы со своей историей. Сегодня парк Монсеррату вновь поражает своим великолепием. Эти роскошные сады украшают резиденцию испанских аристократов, начиная с 17 века. Мы покидаем город и отправляемся обратно к северо-западному побережью в сторону города Альгеро. По легенде, Сардиния – это часть суши, оставшаяся от опустившегося в море континента. Говорят, что Бог стоял в этом месте и пытался спасти землю от морской пучины, поэтому в древности остров назывался Икнуза или След. Но не обязательно знать эту легенду, чтобы восхищаться красотой Сардинии. Нужно лишь позволить острову развернуться у нас под ногами, подобно волшебному ковру. Прибрежная дорога, которая пролегла высоко над морем, существует, чтобы не просто облегчить наш путь, она ведет к настоящим сокровищам. Башни, построенные испанцами в 16 веке, свидетельствуют о том, как трудно было защищать эти суровые скалы. Они до сих пор наблюдают за горизонтом. Редактор субтитров А.Семкин Бесконечно меняющиеся правители создавали историю Сардинии. Альгеро – это город, в котором наиболее ощутимы следы испанского присутствия. Возможно, испанцев поразили белые пески на берегах Лидо. Сегодня это крупный туристический центр на севере города. Здесь ритм жизни определяют морские волны. Исторический центр Альгеро, защищенный как крепость стенами и башнями, возвышается на горизонте. Название каждой улицы старого города напоминает нам о том, что его правители говорили на испанском. В средние века им удалось силой взять город, укрепленный его защитниками генуэзцами. За городскими стенами можно почувствовать душу Альгеро. Стоит лишь побродить по узким улочкам между старинных домов и церквей с высокими колокольнями. Церковь Сан-Микеле с разноцветным куполом – один из символов города. Своеобразный облик и атмосфера города всегда благоволили к странникам – и в прошлом, и в настоящем. Наше путешествие заканчивается на мысе причудливой формы – Капо-Катча. Среди крутых утесов из известняка прячутся хищные ястребы и соколы. Утесы скрывают множество естественных гротов, похожих на каменные жилища из потустороннего мира. Это грот Нептуна, названный в честь Бога морей. Он считается одним из самых прекрасных мест Средиземного моря. 600 ступеней ведут к подножию природного памятника. На таком фоне любой человек почувствует себя лишь песчинкой. Если на мгновение отдаться воображению, то можно легко поверить, что маяк на мысе Капо-Катча указывал путь не только морякам, идущим к дому, но и тем, кто, потеряв голову от великолепия острова Сардиния, устремлялся к этим берегам. Музыка RTI Music. Автор текста Элиза Мунафо. Исполнительный проект.